Теперь, вот, один наверх полетел. О, пока он летел, нахуй в воздухе вынес, блядь, и второго! И второго нахуй вынес, блядь! Я говорю это, да хуле вы тут встали, идите и стреляйте, блядь! Я прикрывать буду, дебил! Нахуй ты это, выдаёшь мою позицию, даун, блядь! Если не хочешь, чтоб мамка отпиздила, смотри это видео в наушниках. Ну, здравствуй, мой хороший. Я очень надеюсь, что после просмотра этого видео, ты, наконец-то, прекратишь просыпаться посреди ночи в холодном поту от мысли, когда же дядя Женя снимет новое видео по фрифайеру. Усаживайся поудобнее, наливай чайочек, готовь себе печенюшечки и давай смотреть. Это новое видео по фрифайеру, да-да, то самое, которое ты так долго ждал. Очень многие мои подписчики спрашивают меня. Отец Евген, как это так ты охуительно тащишь в новом режиме битвы отрядов? Как это так ты делаешь по... Так, блядь, не понял. Здесь должен был быть момент с охрененной статистикой, но чё-то статистика у меня сейчас ебаненькая. И чтоб ты не думал, что я какой-то там, блядь, пиздобол с опрашки, я в этом моменте сейчас вставлю скриншоты своей охуительной статистики. И вот эти люди спрашивают, как это так ты делаешь так много килов? По 8, по 9, по 10, по 13, мать его, килов за катку. И вот чтоб не отвечать каждому из вас отдельно, я решил записать это видео. Значит, в игрушку был добавлен режим битвы отрядов. Этот режим не новый, он уже был, но тогда он был временным, по-моему, он был доступен на протяжении месяца, если мне не изменяет память. И после того, как его разработчики убрали, миллионы игроков устроили настоящую запастовку и попросили их его вернуть. Наши мольбы были высушены, и вот к Новому году, в новом обновлении, которое вышло совсем недавно, этот режим был добавлен на постоянную основу. Итак, что нам нужно для того, чтобы в режиме битвы отрядов всегда быть топ-1? Первое, что я советую вам сделать, это определиться с навыками персонажа. У меня сейчас выбран Мигель, и его навык это Безумный Убийца, 70 энергий после убийства. Второй навык, Рывок, скорость бега увеличена на 4%, третий навык это Меткистрелок, и четвертый навык Специалист по броне. Как мне кажется, эти 4 навыка, это самые подходящие навыки для этого режима. Конечно, вы можете выбрать свои, у каждого свои предпочтения, я не спорю. Второе действие, перед тем, как идти в битву отрядов и разъебывать ёбва, и быть топ-1, это определиться со скинами на оружие. Я уверен, что у каждого из вас в этом режиме есть любимое оружие. Это те пушки, с которыми вы бегаете чаще всего. У меня это Фамас, это Скар, это Ам, и это Акан. На каждую из этих пушек я вам советую выбрать наилучшие скины из тех, что у вас имеются. И только после того, как вы это сделаете, идите в битву отрядов и крошите ебальнички. В первом раунде я вам советую, обязательно советую брать первую пушку, G-18. Это пистолет-пулемёт, который стреляет очередями. Второе, что очень важно, это выбрать позицию. Вот ты видишь сейчас, мой дорогой, где я побежал. Видишь, да? Я побежал слева. На этой карте я считаю, пробежать слева, оббежать своих врагов, это наилучшая позиция. Первая во врага разъебали. Эта пушка, она очень хорошая. Видишь, взяли топ-1. У меня в первом раунде первый килл. На втором раунде я советую брать амп. Как по мне, это лучшее решение именно на втором раунде. Выбираем опять выгодную позицию. Как по мне, на этой карте, если начинаешь с этой стороны, это вот здесь. Ты можешь встать вот за этот вот домик и посмотри, где твои враги. В битве отрядов решают всё тактик. Важно не торопиться и ждать, и смотреть, что происходит на карте. Сейчас мы видим, что враг у нас вот один. Раскрошили ебало. Главное не торопиться, ждать и смотреть за игрой. Второй. Всё, победа. 2 килла, дабл килл. Всего у нас 3 килла. Теперь, когда мы взяли второй раунд, мы можем купить себе автомат. Берём на третьем раунде АК и обязательно бронежилет с шлемом. Если у вас есть деньги уже на втором раунде, советую вам взять бронежилет уже во время второго раунда. Но я, как вы видели, его не брал. Здесь я считаю, что выгодная позиция, когда ты начинаешь вот на этой карте. Вот тут. Смотрим, что будут делать наши тиммейты. И отслеживаем врагов. Обходим наших врагов с фланга. Вон, видишь, один, смотри, бежит. И ебашим! Всё, дабл килл, ёпт. В последнем решающем раунде берём третий бронежилет. И опять же, опять же выбираем правильную позицию. Здесь, на этой карте, если мы начинаем вот на этой стороне, я считаю, лучшая позиция, это опять же, с левого фланга. Обходим вот за этот вот деревянный домик. Мы видим, что наши враги бегут вот в этот сарайчик. Мы их не трогаем, не отвлекаем внимания. Они нас не видели, они не знают, что мы здесь. Подходим вот сюда вот и ждём. Вон, наверху. Видишь? В окошке. Минус один, минус второй. Ещё, что хочется отметить. Очень часто бывает, что в этом режиме твои тиммейты долбоёбы. От этого никуда не деться. Твои тиммейты могут быть долбоёбами. Вот смотри, всех убрали, я остался один. Так бывает. Если твои тиммейты долбоёбы, ничего страшного, братик, ничего страшного. Сейчас мы в одну каску, блядь, затащим. Сильное заявление. Ну ничего. Всё, три раунда мы берём. У нас максимальное количество покелан среди наших тиммейтов. Мы на первом месте. Мы на первом месте также среди второй команды. Мы уже взяли топ-1. Сейчас нам нужно затащить всего лишь один раунд. Также я вам советую взять на последний раунд большое количество стенок. Вот были бы у меня сейчас в том раунде стенки, я бы вам клянусь, я бы затащил этот раунд. По-моему, ты пиздир. Здесь, когда мы начинаем вот с этой стороны, я советую вам брать позицию вот за этим ящиком. Мы можем прослеживать всё, что происходит на карте. Мы видим тот дальний угол и тот дальний угол. И можем также контролировать вот этот вот низ. Когда противник побежит вот здесь вот снизу, мы его увидим и разъебём. Ждём опять, что будет происходить с нашей командой. Нашу команду ебут. Когда нашу команду начинают ебать в сракатан, идём в бой. Всё. Итак, мы взяли топ-1. И как я и говорил, у нас максимальное количество киллов. Среди нашей команды и среди команды второй. Мы сделали наибольшее количество киллов. Да, сейчас кто-то из вас может сказать, Евген, ну ты пиздобов, тебе просто повезло. Нет, ребят, мне не просто повезло. Это называется тактика. Давай закрепим изученный материал и пойдём в битву отрядов ещё раз. Здесь, на этой катке, я вам очень советую идти вот за тот контейнер. Идти за него и смотреть, что будет происходить на карте. Не торопимся. Встаём вот здесь вот. Это очень выгодная позиция. Можем просматривать центр и можем просматривать левую сторону. Именно с этой стороны иногда бегут враги. Так, у нас идёт вот война. Наши тиммейты сосут, по-моему. Да, наши тиммейты сосут. Как только тиммейты начинают сосать, идём в бой. Как ты можешь видеть, все враги в куче. Там все четыре человека на одном месте. Не торопимся. Так, эти пидорасы, как ты можешь видеть, стреляют нам в сраку. Убегаем. Убегаем от них. Не идём в бой. Ни в коем случае не идём в бой. Встаём вот здесь вот наверх. Это очень выгодная позиция. Запомни это, братик. Эта позиция очень выгодная. Ай, нет, не выгодная. Блядь, я пошутил. Она не выгодная. Блядь, да, первый раунд мы всосали. Как можешь видеть, нам попались очень ущербные тиммейты. Нам нужно затащить второй раунд и сравнять счёт. У нас 0 киоффа, одно поражение. Теперь занимаем опять выгодную позицию. Вот за этой машинкой выгодная позиция. Нам открывается полностью вся карта. Мы можем смотреть, кто бежит справа, кто бежит слева. Кто бежит по центру. Вон, один враг. Так, 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 пидор. Ааа, сука! Да, братья, как ты можешь видеть, тиммейты очень многое решают в битве отрядов. Если твои тиммейты нубасы, очень велика вероятность, что ты просрёшь. Мы не отчаиваемся, мы идём дальше. Берём ФАМАС. ФАМАС это самая охуенная пушка в этой игре. Я не устану это повторять. 2-0. У нас всё ещё есть шансы перетянуть одеяло в свою сторону. У нас 0 киофф. И мы сосём. Теперь про выгодную позицию на этой карте. Очень выгодная позиция вот за этим забором. Вот видишь, бежит сосунок. Поставил всем. Это тот пидорас, который нас убил в прошлой катке, кстати. Ну вот мы и встретились в прайсе, один на один. Давай, что ты будешь делать? Ставишь стенки? Я тоже могу ставить стенки. Смотри. Братья, разберитесь с ним. Разобрались? Молодцы. Так, 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 так. Панам огонь. У меня не было оружия ближнего боя. Вот это минус. Но, тем не менее, мы взяли катку и сделали вроде бы даже один килл. Да. У меня не было оружия ближнего боя. ФАМАС в ближнем бою это, конечно, дно. Это днище. Если бы у нас было оружие ближнего боя, например, вот МП-40, мы бы с вами затащили. Нам нужно сравнять счёт и затащить вот этот вот раунд. Тогда у нас будут все шансы на победу. Сейчас наши тиммейты пристрелялись, разыгрались. И что-то уже начали более-менее дельное показывать. Опять выбираем выгодную позицию для огня, для обороны. Вот мы видим одного петушка. Поставил стенку, сука. А этот пидорок где-то вот в доме сейчас прячется. Опять ставит стену. Обходим его. Так, наши тиммейты сделали первую кровь. Всё, есть пидор. Первый килл. Всё, победа. Мы сравняли счёт, пацаны. Главное думать, что вы делаете. Не бежать на пролом. Это никогда не помогает. Нужно выбирать правильную позицию. Вот на этой карте очень хорошая позиция. Это вот с правого фланга. Вот здесь вот, за этой будкой. Это наилучшая позиция для обороны. Вот мы видим, что вот здесь пробежал один петух. И вот тут вот так стоим и смотрим наших врагов. Вот там вот один по центру бежит. Там вот наверху вроде был один. И вот видишь? Вон, вон, вон. С дробашом ебашит. Так, обходим машинку. Не торопимся. Ах, сука, зажали, блядь. Зажали, пидорасы. Смотри, это как так нахуй? Это что за тактика, блядь? Сука! Я бы их сделал. Братик, ты видел всё сам? Я бы их, блядь, разъебал. Это просто нубяр. Я бы их разъебал, но меня просто зажали, блядь. Так, решающий раунд. Либо нас ебут, либо мы сравниваем счёт. Я взял оружие ближнего боя. Скорее всего, я сейчас очень сильно лоханулся, потому что с ближним боем я не смогу драться на дальней дистанции. Ну давай, посмотрим, что мы можем сделать. Я советую в этой карте обходить вот с этого фланга. Прятаться вот за этот вот кран. Или что это такое, блядь, хуй его знают. Так, наши тиммейты опять сосут. Нам попались какие-то нубяры. Всё, мы остались одни. Вон бежит один. Джу. Ну, мы очень сильно с тобой лоханулись и не взяли оружие дальнего боя. Но ничего, всякое бывает. И ты никогда не знаешь, что попадётся тебе в новой катке. Да, твои тиммейты могут быть нубами. И один ты, к сожалению, скорее всего, особенно если на том конце проигроки, ты один не вывезешь. Бывают исключения. Попадаются нубы и тут, и там. И ты можешь занести катку в одного. Но это очень редкое явление. Итак, давай попробуем в третий раз взять топ-1 и сделать топ-покелам. Ты начинаешь с этой стороны, я советую идти по правому флангу. Вот за этим забором. Это очень выгодная позиция. Очень часто игроки бегут вот на тот дом. Видишь? Вон он пробежал. Жук. И вот наверху ещё один. Заходим вот на эту крышу. Так, этот ебасосик нам, смотри, разносит ебальнички, я смотрю, да? Так, вон сзади. Положили они его. Так, и мы положили. Видишь? Вот эта крыша, это очень выгодная позиция. И вот он, видишь? Он думал, мы слетели с неё. Мы спрятались вот за этой трубой, он решил перелететь, и мы разнесли ебальник. Меняем позицию на другую крышу. Вон там вот у нас перестрелка. Игрок помечен. Следим за ним. Помогаем нашему боевому товарищу. Очень нужно быть внимательным. Так, давай добьём этого пидораса. Ага, всё, он нас спалил, спрятался за домом. Их двое. Так, одного положили. Лечимся. Это было очень глупое решение. Это было очень глупое решение. Я случайно нажал на прыжок, но мы, блядь, с тобой затащили. Я тебе клянусь, мы бы с тобой затащили. Сука! Первый раунд сосали, но ничего, сейчас возьмём второй. Наши враги, а не нобы. Ах, сука, резвый попался, смотри, смог убежать. Так, минус. Ещё один. И его два тиммейта там. Давай сделаем килы. Заберём у них аптеки, они могут нам понадобиться. Я возьму дробаш. Так, вон он. Видишь? Вон он стоит. Бежит. Три кила. Так. Ай, сука, не успел, братан. Ну ты видел сам, ну ты всё видел сам. Я в одного расхуярил троих. Вот почему наши тиммейты такие нобы? Блядь, ну почему они такие нобы? Мы играем на голову выше наших врагов. Но опять же, сука. Наши тиммейты полные долбоёбы. Здесь выгодная позиция, вот тут. Вот за этой стенкой. У нас бег, у нас есть способность бег. И вот эти враги, они не видят, что мы сюда забежали. Видишь, он не знает, что мы тут. Мы его разъёбываем. Так, у него сейчас очень мало жизни, он там лечится. Возвращаемся. Возвращаемся на позицию. И лечимся. Всё, вон труп. Так, первая кровь. Мы сделали первый килл, осталось три врага. Подлечились, восстановили хп. И можем сейчас спокойно. Так, наши тиммейты бегут с того фланга. Но я подозреваю, что наши враги вот здесь. Не торопимся. Давай будем следить за происходящим. Нам нужно занести эту катку и торопиться. Просто нам невыгодно с тобой. Так, они с того края, гимашицы. Давай, давай, давай. Вон они там. Обойдём с фланга и поможем нашим товарищам. Вот с этой стороны. Враги сейчас отвлечены. Они ебашатся. Видишь? Всё. Мы обошли с другой стороны и помогли нашим друзьям. Важно, очень важно, пацаны, эта тактика. Так, первый раунд затащили. У нас есть все шансы сравнять. И у нас, смотрите, просто максимальное количество киллов. Пять киллов. О чём я и говорю, пацаны. Главное думать. И тогда всё у вас будет заебись. Поехали дальше. Обходим вот здесь вот. Этот дом, это самая выгодная позиция. Не забывайте об этом. Отец Евген хуйни советовать не будет. Вот видишь, мы увидели врага, вон он бежит задом. Вон ещё один. Положили. Сейчас он сдохнет. Так. Помним, что один человек пробежался вот по этой стороне. Где-то он здесь. А, вот он. Положили его. Так, пацаны, давайте рашки их. Я, блядь, снизу, если чё. Подстрахую. Всё, они заходят на этаж. Красавцы. Отлично. Мы сравняли счёт, пацаны. 2-2. У нас максимальное количество по килам. У нас 7 килов. Мы просто разъебали всех, блядь. Теперь у нас есть деньги. Мы можем просто накупить того, что нам нужно. Берём стенки и один гриб. Стенки нам понадобятся. Когда будет какая-нибудь заварушка, я вам советую ставить стеночки. Опять выбираем выгодную позицию. На этой карте это вот здесь. Встаём. И высматриваем, что происходит на карте. Так, ну все пошли с той стороны. Если все пошли с той стороны, меняем позицию вот на этот угол. И высматриваем. Вот он, наверху. Завыбежал на дом. Стенка. И ещё одна. Давай ещё вот тут поставим. И вот тут. И теперь полекаемся. Надо полекаться. Всё, меняем позицию. Позиция, честно, нас там уже зажали, и у нас бы не было шансов ёбнуть их. Вот в таких случаях очень нужны стенки. Смотри, они думают, что мы стоим за стенами. Ах, сука, не успел. Тиммейты, вы где, блядь, нубы ебаные, блядь? Нас тут пизят, я в одного вывожу, вы хули в одном доме-то зашкерились, блядь? Долбоёбы тупые, блядь. Ну не дай бог вы нахуй не затащите, сука. Бомбит, горит, блядь. Ну вот о чём я и говорю, блядь. Если ваши тиммейты полные нубы, блядь, ну это всё, это, блядь, это 90% того, что вы въебёте, блядь, катку, нахуй. Так тащить, блядь, и так разъебаться, блядь. Просто разъебали, как у лохов, блядь. Ебали все бабки, берём, нахуй, ФАМАС, лучшую пушку, блядь, во вселенной, нахуй. Бронежилеты, всё, блядь. Больше денег и ничего у нас нет. Окей. Фу, блядь, нахуй, бомбит, пидорасы, блядь. Ну ничего, у нас один хуй топ-1 по килам, блядь. На, нахуй. Я, нахуй, отец, блядь, да ещё эту катку, блядь. На высосите, хуй, блядь. Поехали. Выбираем опять позицию. Лучшая позиция на этой катке, это вот здесь. Этот дебил, садик, побежал наверх. Я считаю, эта позиция невыгодная. О, полный долбоёб. Лучше идти сверху, видимо, да? Вот там жук. Наверх поднялся. Вот этот жук будет сейчас выстреливать наших. Вон он. Всё, нас зажали. Но мы ничего тут не могли сделать, потому что наши тиммейты, как обычно, далбоёбы. Хотя, может быть, они сейчас и вывезут. Смотри-ка. Потому что мы отвлекли весь огонь на нас. И в этот момент наши тиммейты смогли, смогли прорваться с фланга и зажать врага. Скорее всего, они их сейчас вывезут. Если не затупят. Смотри-ка. Так, и второй. Второй ползает, блядь. У них один, по-моему. У наших врагов один остался. И вот он, да. Он его спалил. Нахуй ты поставил стенку, блядь. Ну, вот нахуй он это сделал. Вот эту вот стенку он просто спалил в своё местоположение. Вали, дурак, блядь. Стреляй, дурак, блядь. Неужели, нахуй? Так, ещё один враг у них. Ещё один. Ещё один враг. Вот он, вот он, сзади, дебил, сзади, блядь. Дурак, сзади, блядь. Сука, он его реально не спалил, блядь. Сзади враг пробежал, блядь. Тупой ты дегенерат, блядь. Мочи его. Сука, как можно быть таким тупым, блядь. Вы посмотрите, какой он тупой. Фух, неужели, нахуй? Неужели, блядь. Так, всё, решающая катка, пацаны, собрались. Как вы можете видеть, на наших тиммейтов полагаться нельзя. Они полные нубы. И нам нужно тащить в одного. Выбираем позицию. Выгодная позиция вот за этим контейнером. Я об этом уже говорил. Просматриваем наших врагов теперь. Вот, один наверх полетел. Вот, пока он летел, нахуй, в воздух и вынес, блядь. И второго. И второго нахуй вынес, блядь. Я говорю, да хуя вы тут встали? Идите и стреляйте, блядь. Я прикрывать буду, дебил. Нахуй ты это, выдаёшь мою позицию? Да он, блядь. Дебил, блядь, ебаный, блядь. Так, вроде там никого на крыше нету, да? И подлечить они их вроде как не смогут. Но всё равно смотрим, что с кого-нибудь, блядь, уши попадётся и прыгнет к нему. Это будет пипец. У них осталось два врага. Два человека в их команде осталось. Давай, иди, поднимайся. Ушечное мясо, иди первым, я второй тебя прикрываю. Ай, ё, блядь. Подними, 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 дебил, подними, блядь. Сука, дебилы, вы тупые, блядь. Молодец, поднимай. А, блядь, ну вот как так, нахуй, я говорю. Я, блядь, сделал всю работу, заебашил, блядь, двоих, нахуй. И просто вот так слиться, блядь, пацаны. Ну это же пиздец. Я надеюсь, они затащат. Я надеюсь, эти тупые нобы затащат. Блядь, у него ещё и два МП-40. Он даун, блядь, ну просто даун, блядь. Тебе оружие дальнего боя нужно. Нахуя ты берёшь МП-40, блядь? А, ну всё, он сейчас поднимет своих друзей. Да. Чё, мы выиграли? Ну неужели, блядь, нахуй? Ну неужели, блядь? Мы смогли, блядь. Ну всё, пацаны, смотри, мы взяли топ-1, блядь. Это была просто потная катка, но... Но в битве отрядов так бывает. Если ты играешь, блядь, с рандомными типами, ты никогда не знаешь, кто тебе попадётся в команде. И опять же, смотри, мы взяли топ-1, блядь. Мы просто тащеры в этой катке, блядь. И, кстати, нам двоих не засчитали, которых мы вынесли, когда они прыгали на крышу. Нам двоих не засчитали, чтобы у нас, по идее, 9 кг нужно. Так, подводя итоги. Что нужно для того, чтобы в битве отрядов всегда брать топ-1? Первое, о чём мы с тобой говорили, это выбрать навыки персонажа. Определиться с наилучшими навыками из тех, которые у тебя есть. Второе, это поставить наилучшие скины на оружие из тех, что у вас имеются. И третье, это всегда выбирать правильную позицию для стрельбы и следить за игрой. Не торопиться, а тщательно смотреть за действиями врага и за действиями своих тиммейтов. Сначала думаем, потом принимаем решение, потом идём стрелять. С тобой был отец Евген, первоклассный преподаватель в школе выживания Free Fire. Надеюсь, наш первый урок был для тебя полезным. Если это так, въеби мне по-братски лайк, напиши какой-нибудь комментарий под этим видео и не забудь подписаться на канал. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok